Грядут геополитические перемены, Польша близка к тому, чтобы освободиться от российского газа, Фронда, Польша Фронда.пл, Польша 19 декабря 2019 года Интервью с бывшим министром иностранных дел Польши, Европарламентарием от партии Право и Справедливость, ПИС, Витальдом Ващиковским, Уитольд Уазыковский Фронда, американский сенат утвердил санкции против компаний, помогающих прокладывать вторую нитку газопровода «Северный поток» Польша может говорить об успехе Витальд Уазыковский Сенат принял решение, но мы еще ждем подписи президента Дональда Трампа, только тогда можно будет что-то комментировать, хотя, конечно, все выглядит очень хорошо Американцы хотят склонить немцев пересмотреть свое отношение к строительству газопровода Процедура введения санкций, однако, еще не завершена Нужно подождать Американцы уверяют, что вводят санкции ради блага самой же Германии, стремясь, чтобы эта страна и вся Европа перестали зависеть от российского газа Это намек на то, что Берлин не осознает, какими последствиями может обернуться его собственная политика Но неужели немцы не знают, что делают? Берлин прекрасно знает, что этот газопровод залит Европу российским газом У немцев уже давно есть абсолютно четкое представление о газовой политике Еще в ходе строительства первого северного потока было видно, что наши интересы и вся философия безопасности идут вразрез с немецкой концепцией Германия считала, что если россияне получат доступ к большому европейскому рынку, они будут от него зависеть А тогда России придется принять всевозможные европейские нормы и стандарты Мы придерживались противоположного мнения Я неоднократно говорил немцам, что все будет наоборот Если Европу зальет российский газ, то, во-первых, мы будем от него зависеть А это неверная стратегия, ведь нам следовало бы, скорее, диверсифицировать источники поставок Во-вторых, это не мы научим россиян прозрачно вести бизнес в опоре на европейские стандарты А они будут коррумпировать Европу, как мы видели на примере бывшего канцлера Шредера Берлин, однако, продолжает считать, что оставаться связанным с российским газом ему выгодно Сырье обходится ему дешево, и он полагает, что оно помогает немецкой экономике При этом немцы осознают, как выглядит ситуация Они знают, что газопровод может быть использован как инструмент давления на страны В обход территории которых он идет, то есть на Украину, Польшу и вообще весь регион Восточно-Центральной Европы Несколько дней назад левая баварская газета «Зюдочи Цайтонг» написала, что Северный поток Два необходим Германии и Европе, поскольку он позволит обрести больше независимости от американцев В немецких общественных дискуссиях заметно присутствие антиамериканских настроений Что вы думаете об этом подходе Берлина? Он соответствует давнему стремлению Германии освободиться от опеки США В период Холодной войны немцы пользовались развернутым над Западной Европой американским зонтом безопасности Однако, после того как распался Восточный блок, ситуация в сфере безопасности изменилась А немцы перестали видеть в гарантиях Вашингтона какие-либо плюсы Они уже не первый год стараются обрести самостоятельность Создавая отдельные европейские структуры и предпринимая, впрочем, безуспешные попытки урегулировать конфликты без участия американцев Немцы стали проявлять активность уже в начале 1990-х Им казалось, что они вместе с Европой смогут уладить конфликт на Балканах Из этого ничего не вышло Война прекратилась в 1995 году, когда к ситуации подключились американцы и начали переговоры в Дейтоне Позднее немцам казалось, что они самостоятельно справятся с конфликтом в Приднестровье Но их дипломатические шаги не увенчались успехом Сейчас, в свою очередь, появился нормандский формат Германия и Франция с 2014-2015 годов пытаются урегулировать российско-украинский конфликт Успехов они пока не добились Но они продолжают пытаться, считая себя достаточно сильными для того, чтобы заменить в Европе американцев В 2022 года Польша должна обрести полную независимость от газа, поступающего из России Закончится действие Ямальского договора Это действительно перелом? Я на это надеюсь Много лет назад мы сформулировали концепцию диверсификации Которая включает в себя наращивание объемов собственной добычи и обретение доступа к жиженному газу Для того, чтобы мы могли его покупать, был создан СПГ-терминал в Свиносце Также мы планируем создать плавучий терминал в Гданске, то есть судно для приема СПГ Мы строим Балтийский газопровод, который соединит Польшу, Данию и Норвегию В 2022 году мы не только обретем независимость от российского газа, у нас появятся излишки сырья, а их можно будет продавать в страны Центральной Европы Это важное событие, имеющее геополитическое значение Мы не будем зависеть от поставок из России, на которые оказывают влияние политические факторы и за которые мы по этой причине платим дороже, чем страны Западной Европы Изменения будут существенными Наши планы при этом могут вступить в противоречие с планами Германии, стремящейся, чтобы в Европе появилось гораздо больше российского газа Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...